Повысить эффективность воспитательной деятельности в системе образования субъектов – это одна из задач стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Как её реализовать на различных уровнях, обсудили педагоги и приглашённые гости на встречи в 4-й школе. Если коротко, что нам сегодня мешает, что мы для этого делаем, что нужно сделать на уровне федерации региона, муниципалитета, на уровне школы, семьи. Несмотря на то, что основной темой обсуждения было воспитание успешного человека, невозможно представить себе его безнравственных и моральных ориентиров, которые в первую очередь закладываются родителями. Когда ты растёшь и понимаешь, и смотришь на своих сверстников, которые, возможно, у них бывает отклоняющийся какое-то поведение, ну не совсем хорошее, ты понимаешь, что у тебя есть своя голова на плечах, ты понимаешь, что тебе это не нужно. И это всё благодаря воспитанию твоих родителей, потому что они тебе дали чёткое понимание того, что есть хорошо, а что есть плохо. Помимо семьи, большую воспитательную работу проводят в образовательных организациях. При этом немаловажное значение имеет согласованность действий родителей и педагогов. Самое главное – это задача всё-таки школы и родителей – объединить усилия. И мы должны в одном единстве, одними методами, чтобы у нас требования были одинаковые, в одном ключе – работать для воспитания успешной личности наших детей. Одним из методов обучения воспитания успешной личности поделился молодой специалист 4-й школы Азамат Султанов. Мой проект состоит в том, чтобы ввести новую лабораторию географическую, где я буду знакомить детей с новыми профессиями, связанными именно с географиями. Желание и упорство являются неотъемлемой частью успеха. Какие условия необходимы для достижения спортивных высот, рассказал двукратный чемпион мира по карате Николай Чепсанов. Место, где заниматься, должен быть квалифицированный тренерский состав или учительский состав, что в наше время тоже немаловажно, потому что у нас, допустим, если пригласить хорошего специалиста, то опять же возникает проблема с чем пригласить, нужно где-то, чтобы он жил. Данное мероприятие в этом году проводится впервые. Следующая встреча, посвященная образованию и воспитанию детей, пройдет в конце мая. По итогам этих дискуссий будет сформирован паспорт проблем, решать которые будут как на местном, так и окружном уровнях. Илья Скопралов, Илья Квасов, Новости Губкинского.